линию с руководством Белорусской железной дороги. В целях обеспечения качества обслуживания ведется запись разговора. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый день. Так, скажите, прямая линия, Сергей Федорович? Нет, это первый заместитель начальника службы пути, Урин Дмитрий Михайлович. Сергей Федорович сейчас занят, отвечает на другой звонок. Вы можете изложить свою проблему. Да, я могу. Меня зовут Андрей. Есть вопросы? Пару штук. Да, слушаю вас внимательно. Почему не на всех остановочных пунктах предусмотрены туалеты? Так, ну, если можно, я сейчас переадресую звонок специалисту. Сейчас, секундочку, подождите. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Федорович. Нет, это начальник службы гражданских сооружений. Это тот специалист, который в ведении данные вопросы находится. Это передал коллега. Угу. Что вас интересует вопрос, почему не на всех остановочных пунктах имеются туалеты. Правильно я понял? Да. Ну, так я вам отвечу, что сегодня больше полторы тысячи остановочных пунктов на Белорусской железной дороге. И представьте, это будет не перевозка пассажиров, а обслуживание туалетом. Это я как обыватель вам рассказываю. А как специалист, есть стандарт, который должен соответствовать остановочным пунктам. Это платформа, это высота платформы, это подходы платформы, это павильончик. И в этом стандарте туалетов нет. У нас туалеты обеспечены в подвижном составе. Ну, их, а то, что были раньше туалеты, это действительно было когда-то. И мы сегодня приводим соответствие и планов на устройство туалетов на остановочных пунктах не будет. А действительно, там, где станции, там, где большой пассажиропоток, там, ну, необходимо, и мы этим занимаемся. Понял вас, спасибо. А когда остановочные пункты, в том числе и пешеходные переходы, будут обустроены для людей с ограниченными возможностями? Да, сегодня есть государственная программа, по которой работает. Вы представляете, я вас прекрасно понимаю, мы не можем в одночасье, по мановению волшебной палочки, все это организовать. Мы сегодня при ремонте, капитальном, при реконструкции, при новом строительстве, мы в соответствии стандартам, которые есть специальные условия для лиц с ослабленными разными делами, вот этими, мы делаем. И когда остановочный пункт, если вас он там конкретно какой-то интересует, мы придем к капитальным ремонтам и сделаем. А так мы не можем сразу все эти охватить, потому что они строились не 10 лет и не 20, а даже больше не которые. Мы это понимаем, государство, этот вопрос, она контролирует. И у нас постоянно и отчетность есть. Ну, это для отчета вам, а в самом деле для работы мы просто это выполняем при условиях, то, что я говорил выше. Подскажите, пожалуйста, для чего введена должность еще одного заместителя начальника дороги по обеспечению жизнедеятельности предприятия? Еще раз. У вас введена на железной дороге должность заместителя начальника дороги по обеспечению жизнедеятельности предприятия. Зачем вот такая должность введена? Ну, я вам не могу ответить. Я отвечаю за свои дела. Выше меня еще много руководителей. Я вам на этот вопрос не ответил. А кто-то есть у вас там сейчас, кто может на него ответить, на этот вопрос? Специалисты? Ну, я думаю, мы здесь собрались по техническим все вопросы и понимаем ряд вопросов, которые задает население. Мы не думали, что будет вопрос вот такой. Можно обратиться письменно на имя начальника дороги, наверное. Или дождаться, когда будет линия, когда будет начальник дороги участвовать. Тут все технические службы собрались, руководители. А Сергей Федорович нет? Сергей Федорович, он ведет вопросы инфраструктуры. Он не ведет кадровую работу в управлении дороги. Он тоже вам не ответит. Я думаю. Но он разговаривает по другому телефону, потому что у нас тут восемь человек и целая линия. И отвечают люди. Можете позже перезвонить. Но он не ответит, потому что он ведет вопросы инфраструктуры. Хорошо. Подскажите, как вас зовут? Белостоцкий Александр Леонидович у меня. Начальник службы гражданских сооружений. Александр Леонидович. Просто вот на эту должность, я хотел бы вам пояснить, почему интересуюсь. На эту должность взяли полковника КГБ Козловского. А у него вроде и нет образования железнодорожного. И опыта работы. Вы знаете, сложно обсуждать с вами вышестоящего руководителя. Вы меня поймите. каждый должен заниматься своим делом. Понимаете? Мы с вами этот не сможем вопрос обсудить. Извините. Не сможем. То есть нету... То есть вы не... Руководство железной дороги не принимает таких решений, кого назначать, на какую должность. Ну, я вам не отвечу, принимает решение, не принимает. Я вам отвечаю за свои вопросы. А скажите, вот были случаи, что это, как это называется, некоторые радикально настроенные личности блокируют эти железнодорожные пути. Такие случаи есть? Действительно? Конечно, они были. И очень много хлопот нам доставляли под угрозу движения пассажирских поездов и грузовых. Да, эти случаи были. Вы их, наверное, где-то и в интернете читали. Действительно. А сколько их было, этих таких событий? Ну, я вам не отвечу, но достаточно. Наверное, больше и десяти случаев были. Потому что они... А вред причинили кому-нибудь эти случаи? Либо все время, ну, как-то нейтрализовывали вот эту угрозу? Нет, ну как вред. Вред уже наносится, если останавливается движение. Из-за этого вмешательства и движение останавливалось. Пока мы не находили эту причину, движение поездов было остановлено, конечно. Понятно. То есть уже такого не продолжают? То есть нету таких уже больше инцидентов? Ну, слава Богу. А, ну хорошо. Нету так. Ладно. Ну, очень жаль, что, конечно, вы только по узкому профилю можете дать ответ. Да, да, да. Ну, надеемся, что железная дорога будет заботиться о своих сотрудниках и вот как... И не выгонять... И гражданах, и пассажирах. Да, просто у вас тут еще политзаключенных каких-то уволили семью целую из троих политзаключенных. Остались без своих кормильцев. По политическим мотивам увольняют вас работников на железной дороге? Нет, нас не увольняют. По политическим? Ну, нет у нас таких. Ну, то есть, если кто-то против Лукашенко, то вы с такими работаете? Работаем. То есть ничего страшного, если он оппозиционер? А мы не видим, кто против. Мы работаем, мы занимаемся своим делом, понимаете? Нам некогда заниматься разными этими делами. Нам надо обеспечить комфорт, благополучие пассажиров, понимаете? Свое время надо ставить грузы. Мы занимаемся работой, понимаете? Ну, политика, это тоже наше дело как граждан. Мы же должны участвовать в выборах. Это может дома там где-нибудь. Так а в выборах? Люди участвуют в граждане, в том, что приходят на выборы и голосуют. Это же дело каждого. Ну, наверное, мы на эту тему с вами не будем беседовать, потому что очень много работы. Меня еще два телефона ждут как раз моих вопросов. В общем, политика тяжелое дело. Лучше туда не влезть, не лезть. Лучше работать, заниматься своим спецификам. Как делают железнодорожники. Совершенно верно. Отлично. Ну, да, хорошего дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok